В депутатском корпусе активные, неравнодушные и целеустремленные люди. Они стали депутатами, чтобы представлять своих избирателей, прежде всего молодежь, в советах всех уровней. И молодые депутаты стараются получить необходимые знания и навыки, чтобы достойно выполнять свои обязанности. В Славянске-на-Кубани состоялось выездное заседание Комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам молодежи под председательством депутата ЗСК Виктора Чернявского. Он сказал, обращаясь к участникам мероприятия, что они нужны своим муниципалитетам. Необходимо всегда быть в центре событий и решать проблемы с жителей. Это школа кадров, это школа обмена опытом, школа роста. Он зеркально отражает структуру заказательного собрания края. Все молодые депутаты также распределены по комитетам. У каждого комитета ЗСК есть свой младший брат, комитет Совета молодых депутатов. Кроме того, что по району еще есть такие муниципальные Советы молодых депутатов. Ну и хотелось показать развитие социальной сферы района, потому что району есть что гордиться, чем гордиться. Я депутатам скажу, что буквально месяц назад состоялось большое совещание Министерства образования в Славянском районе, где все были руководители органов управления образованием муниципальным и знакомились с опытом работы в Славянском районе именно в сфере образования и в сфере культуры. Ну-ка, сферы сопряженные, потому что они касаются детства, воспитания, прекрасных клиентов. Молодым парламентариям Крымского, Абинского, Темрюкского, Курганинского районов продемонстрирован фильм о Славянском районе, в котором показаны результаты деятельности местной власти и главные районные достопримечательности. Глава Славянского района Роман Сенеговский рассказал о том, как идет социально-экономическое развитие, что делается в плане благоустройства муниципалитета. Нам где-то все вместе есть чем гордиться. Мы за последние, наверное, 10 лет входим в тройку, наверное, как это правильно, в тройку лучших муниципальных образований среди 37 по социально-экономическому развитию в крае. А это, я вам честно скажу, это показатели, которые укропненные берутся, их там 5 или 7 показателей основных. Мы над этими показателями очень плотно работаем. Это социально-культурная сфера, это энергосбережение, это жидко-коммунальное хозяйство, это строительство, это буквально все-все. И в общем, стараемся работать во всех направлениях. Большое направление – помощь гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас существует программа, мы принимаем людей, занимаемся, общаемся. Ну, стараемся, чтобы Славянский район был такой большой семьей для всех. Председатель Совета района Григорий Литовко подчеркнул, что Совет молодых депутатов Славянского района стал кузницей управленческих кадров. Через эту школу молодых политиков прошли многие славянцы. И работа продолжается. Молодцы, что вы ездите. Всегда можно найти причину не поедать. Но вы приехали, и вы всегда обогащаетесь каким-то опытом. Сегодня от Ивана Ивановича говорили, что вот в этом общении вы подчеркнете того, что вы не прочитаете никаких газеток, никаких журналов. Вот действительно вы увидите, пообщаетесь. Вот это колоссальный опыт вот таких комиссий выездных. Я думаю, у Совета молодых депутатов большое будущее. Удачи вам, всего вам самого доброго. Затем для делегации кубанских парламентариев провели экскурсию по городу. Они побывали в молодежном парке у памятника учителю, в детской художественной школе, в необычном здании, известном как дом купца Мазепы. Его удалось реставрировать и сделать украшением города и местом, где процветает настоящее искусство благодаря взаимодействию всех ветвей власти. Удалось сохранить все эти комиссии. У нас есть 10 из Ростовых мечей. Ну и еще одна причина, по которой мы сегодня здесь находимся, это то, что наша художественная школа на сегодняшний день является одной из передовых школ вообще художественных Краснодарского края. Это школа зональная. Она позволяет зональному физическому объединению. Здесь открыта благодаря тому, что мы увеличили свою базу, улучшили ее и создали в том числе и мастерский, который находится во дворе. Кто хочет, потом можем пройти, пробежаться. Здесь мастерская печарная со своими любимыми печами, с ковжиком. Здесь полный цикл занимаются детки. И у нас мастерская ДПИ, воскликная шейкира. Здесь у нас сковородкачество. На территории первого городского лицея был открыт космический парк, где есть стационарный всепогодный планетарий, оснащенный космический класс для занятий и антенны для приема сигнала со спутников. Космический парк стал центром притяжения для увлеченных славянских ребят. Это, естественно, научная площадка и техническая, потому что здесь, на стыке наук, ребята могут изучать более углубленно школьные предметы, физику, астрономию, географию. И для этого мы создали здесь условия. Сам космический парк и даже дорожки — это все имитация Солнечной системы. Все это масштабы, мы старались выдержать масштабы, то есть, допустим, размеры планет по отношению друг к другу, вот как здесь, и размеры планет по отношению к Солнышку. Ну, в общем, все это мы вам расскажем и покажем. В космическом классе заместитель директора по науке и инновационной работе Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани Сергей Неделько рассказал о том, что именно активность юных любителей космоса позволила заявить о себе на уровне края и всей страны. Молодые депутаты познакомились с работой кружка по радиотехнике, который открывает перед школьниками возможности технического развития. Очень большой интерес вызвал музей артефактов поискового отряда «Кубанский рубеж» в Доме молодежи. Конечно, членам делегации рассказали о сороковых пороховых и о том, как идет поисковая работа по увековечению имен погибших героев. Председатель Совета молодых депутатов района Алексей Литвиненко осветил, как работает общественная приемная. Мы сделали общественную приемную, где все наши молодые депутаты могут вместе, мы садимся и принимаем граждан. Главная такая, можно сказать, фишка, что мы не по одному ведем прием, а несколько сразу. То есть мы с одной стороны понимаем боли граждан, точечно решаем вопросы, подключаем старших товарищей, Григория Владимировича постоянно подключаем к этому вопросу и понимаем, что за нами стоит весь совет молодых депутатов района. После посещения замечательного северного парка и экологической тропы Утины и Плавни, депутаты увидели аллею учительской славы в 12-й школе. Прозвучал рассказ об этом учреждении образования, которое успело стать крупнейшим в районе и где налажена отличная работа по многим направлениям. 12-я школа славится тем, что здесь система отток образования развита, наверное, в большей степени все абсолютно направления. Художественные, спортивные, творческие, интеллектуальные. Все, что есть на территории города и района, стекается сюда в образовательную организацию. Здесь сетевое взаимодействие налажено со всеми, начиная с спортивных школ и заканчивая частными предприятиями, которыми лицензию на ведение дополнительных образовательных программ. Недавно мы получили лицензию киберванного контролирования, находится здесь рядышком. Мы тоже были привыкли на нашу территорию, чтобы они могли развивать разные направления деятельности на территории нашей школы. Подводя итоги мероприятия, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский сказал, обращаясь к молодым парламентариям, «Мы с вами здесь власть» и призвал их активнее развиваться, нарабатывать ценный опыт, чтобы помогать жителям. Депутаты поделились впечатлениями о всем увиденном. Они оценили все только с положительной стороны и выразили готовность продолжить такие продуктивные встречи. Узнали очень многое. Славянский район молодцы. Очень высокий уровень. Они показали свои работы. Очень рады, что пригласили нас. Надеемся, что буду чаще назвать. Ну и, конечно, мы тоже будем с удовольствием принимать у нас гостях. Понравилось сегодня космопарк. Очень замечательное, креативное, красивое место. Это общение и сплочение нас, молодых депутатов. Потому что, когда мы видим друг друга на картинке, это совершенно другое. Когда мы встречаемся, начинаем общаться, мы делимся опытом, делимся впечатлениями. И действительно, какие-то такие фишки, изюминки потом везем в свои поселения, в свои районы. Вот что и сегодня, как бы, очень интересно было и познавательно. И вот фишка, которая есть в Славянском районе, когда молодые депутаты устраивают встречи и приемы граждан именно сообща, коллективом. Потому что, как один в поле не воин, а когда у тебя есть тыл за спиной и поддержка, многие вопросы решаются молниеносно и очень быстро. Важная часть работы народного избранника – это понимать, что общая законотворческая, общественная и политическая работа должна быть нацелена на один результат – улучшение качества жизни человека, развития и процветания нашей страны. И очень хорошо, когда энергия и инициатива депутатов помогают продвигать добрые начинания. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова